ребята всем здравствуйте прошу ставить лайк это будет продвигать данный ролик прямую трансляцию надеюсь на ваше сознание да и вот о чем что вы думаете о министре труда и социальной защиты населения казахстана вот она недавно заявила о том что нужно ужесточать законодательство когда человек отказывается от работы интересно она вообще читала конституцию республики казахстан где есть статья которая говорит о том что у нас есть право на труд свободу на труд мы можем работать можем не работать это в принципе желание каждого я так понимаю под ужесточением законодательства мне кажется это имеется ввиду ведение принуждения труда как это было в прошлые времена да это вообще не отвечает духу концепции развития нашей страны куда мы устремились и справедливые демократические будущее пока это еще будущее но не настоящие вот и и вот эти намеки больше говорят о том что мы туда назад нам надо туда назад идти именно диктатуру до где нас должны будут заставлять работать вот понимаете это это вообще конечно как такие министры могут у нас работать вот что она сказала сейчас я прочитаю ее прямой речи когда предлагает зарплату 300 тысяч тенге людям у которых нет квалификации соответствующей запрашивают зарплату 80 800 тысяч тенге это нужно регулировать не только воспитательной и идеологической работе но и законодательно мы считаем нужно ужесточать законодательство когда человек отказывается от работы а где у нас зарплату предлагают 300 тысяч и она видимо дает понять если мы вам находим работу в 300 тысяч тенге и вы отказываетесь ведь или для вас это мало подавая вам 800 тысяч тенге то здесь надо ужесточать законодательство и заставлять вас идти работать за 300 тысяч тенге ну давайте поищем у нас в уральске там других городах по предприятиям походим по фирмам где такую зарплату предлагают 300 тысяч тенге если это действительно соответствует действительности это было бы неплохо и тут не надо никакого принудительного труда водить страна казахстан они так далеко там летают эти чиновники и высшие что уже оторвались и не видят нас уже там высоко-высоко высоко летают и вот что интересно еще одна новинка которые хотят вести да это знаете кто сказал глава минфина мандитакаев он сообщил о том что декларации об активах в общем высоких должностных лиц это президенты руководители мы жили с парламента там сената руководители силовых структур они не должны быть эти декларации о доходах их должны быть не публичные не публичные да они должны скрыть от нас свои доходы они получают от нас зарплату от наших зал налогов слуги народа должны скрывать от нас от работодателя свою зарплату получается да и вот смотрите чем он объяснил он объяснил это статусом особо охраняемых лиц и спецификой работы ну какое-то имеет отношение к охраняемым лицам это что как-то покушается на их физическое тело что ли я не пойму я считаю так что мы казахстанцы и должны знать сколько у нас президент получает зарплаты там эти депутаты почему нам необходимо это знать мы же должны сопоставлять вот за период своего президентства например если он не сыра не свое не со размер на обогатился мы уже делаем выводы а чуть ты у тебя там билы счета появились там за рубежом которые не соответствуют твоей зарплате где ты столько заработал как это ты мог это заработать и соответственно мы уже исходя видя какая зарплата у руководителей наших сопоставляя с их реальными достатками да мы уже можем делать выводы а что-то тут нечисто так вот чтобы мы такие выводы не делали я так понял чтобы не возмущались давайте мы закроемся от них они нам да они нам народ зарплату платит но мы не будем им говорить сколько мы получаем да вообще какие у нас доходы декларации указаны тип того эти лица прежде всего должны быть прозрачные я считаю президент все они должны быть особенно президент он должен показать показать пример всем чиновникам ниже стоящим каким надо быть прозрачным перед народом что он получает да на что живет но это я считаю что это справедливо да это справедливо вот по толгару сейчас там какой-то зачищи произошло в толгаре но так или иначе сейчас вот сообщается но недавно это произошло был задержан активист алматы жаргин курентаев он был организатором пресс-конференции где жители толгара должны были рассказать о коррупции и о в общем ну давление на них типа идет об угрозах то есть которые поступают не согласны вот почему-то задержали этого активиста который организовал пресс-конференцию но наше слышащее государство наше президент об этом декларирует каждый раз это символ уже нашей страны нового казахстана слышащее государство да а как она может услышать если пресс-конференции подавляю до организаторов задерживают так дело не пойдет как вы услышите где народу больно да где он стонет да от того или иного там беспредела или еще что-то да ну почему у нас в стране всегда все как ногами когда заявляется одно делается все наоборот почему это вопрос к нам ко всем конечно особенно к нашей власти хотя ответ очевиден потому что у нас авторитарные не демократическое государство со всеми отсюда вычекающими последствиями вот ну у нас вот так пока у нас в нашей стране пока так по поводу строительство атомной станции конечно мы очень близки с россией это исторически предопределено сотрудничество но видимо россия нас решила так залюбить так залюбить и обнять своими уже атомными объятиями я так понял и претендует будет претендовать на строительство атомной электростанции в нашей стране и вот вроде бы недавно прошел референдум уже по этому поводу идет информация что руководитель росатома просится на прием к резиденту косым же мартака его я так понял это как раз касательно строительства атомной электростанции чтобы у нас она чтобы они прошли чтобы они выиграли хотя после того как наша власть увидела реальные результаты голосования по референдуму не те которые нам показали дать типа официальные я считаю нарисовали да реальные да он просто опупел наверно президент увидел что извини ну действительно большинство ну против строительства до против и по данным независимых наблюдателей по их протоколам большинство были против строительства и явка была меньше 50 процентов ну так или иначе ладно есть общий итог как бы центральная избирательная комиссия по референдуму дала уже окончательный результат голосования короче более 50 процентов пришли там больше что проголосовал за референдум ну все атомные электростанции будет в нашей стране типа того и вот такое происходит конечно мы уже разговаривали по поводу того нужна ли атомная станция нашей стране нет эту тему чего уже перетирать я считаю что атомная электростанция это пока еще для нашей страны еще рановато мы можем задействовать экологические возобновляемую электроэнергию и тут что интересно по поводу брикс нашу страну же тоже казахстану приглашали вступить в брикс это вот такая организация группа которая была создана 2006 году индии россии китай и по моему бразилия да они создали эту группу именно для объединения развивающих стран для создания альтернативы политической экономической мощи более развитым странам таким как демократическим америка европейские страны там франции вот италия германия особенно очень противовес альтернативу и вот туда пригласили приглашает нас казахстан чтобы мы вступили этот голубь туда поскакал лукашенко уже по моему заявку туда подал о вступлении в брикс недавно вот как раз саммит прошел об этом татарстане татарстане прошел саммит именно по брикс но казахстан отказался от вступления конечно там страны россии были такие напряженные движения чет казахстан отказывается вступать в брикс в клуб авторитарных правителей и диктаторов до тип того что это такое вообще я так понял почему президент ксмж марта кайф но наша страна не хочет вступать потому что вот в этом объединении и дележки мира на два полюса да на два порядка заложены большие конфликты а поскольку казахстан выбрал политику нетроритета развитие до концепции развития политики внешне то и не ступает в рикс а потом мы же нацелились все-таки в развит в развитые страны демократические страны быть на стороне тех кто только развивается типа того на стороне тех той системы где права человека ну не что почти до права там государства первичную до где нарушаются вот действительно гражданские права подавляется где власть сидит вечно несменяемо не пока не подконтрольно своим гражданам вот тип того вот туда если такая наша страна вступит в брикс она дает понять ну хоть это и символично что мы вот к этому к этому лагерю относимся вообще брикс это вот у нас маленькая зеленая планета да цивилизация человеческая и вот брикс это раскол нашей цивилизации на развитые страны где люди живут свободно открыто имеют возможность дышать свободно рыночные отношения где власть народ где народ контролирует собственную власть это вот америка там вот эти все страны и другая часть это вот брикс где авторитарии и диктатуры диктат где нарушается права человека где государства все а человек почти ничего ничего и вот туда туда нас это самое и кассынбра марта кайф видимо нет не стоит туда лезть хотя сейчас вот говорят что там этот приезжал генеральный секретарь оон присутствовал на саммите брикс в татарстане и типа это плохо зачем он получается он признает раскол он создано именно для того чтобы был мир на земле чтобы объединять страны да ну самые главные функции это мир развитие гармоничные всех стран чтобы они сотрудничали мир собой может быть с этой целью он туда и приехал именно не стоит целью что он признает брик да с той целью чтобы поговорить с путиным поговорить с председателем сида коммунистическим лидером пора заканчивать войну дать типа там с украины зачем это нужно ну но каждая страна которая там участвует использовала этот брикс для собственных можно сказать возвеличивание да для путина брикс вот участие то что он россия принимала этот брикс у себя это возможности для него показать что он вне политической изоляции да что он рукопожатные несмотря на санкции несмотря на то что весь ты цивилизованный мир от него отвернулся вот такие страны я здороваюсь ручкой как китайский лидер индия это почти больше половины населения планеты там полтора миллиарда здесь полтора миллиарда и вот для него это пиарация символическая для собственного внутреннего потребления для собственных граждан это хороший пропагандистский ход какие санкции что о чем вы говорите если я в своей стране такие саммиты провожу брикс сам председатель си приехал сам приехал этот президент индии другие лидеры стран эрдоган приехал о каком вообще такой изоляции можно вообще говорить на этот дух воспрял у россиян да действительно это дало можно сказать хорошие подбодрила их типа того ну и для путина это возможность показать свою власть удержать свою власть до типа а вот для китая для председателя компартии си это возможность показать то что продемонстрировать создание новой альтернативные политические системы до которые противовес идет именно нато европейским ценностям именно сша северная америка западная европа вот эти все короче альтерны альтернативный политический порядок мировой он претендует на этот порядок на руку на лидерство этого мира который создается новый бриксом но индия тут не спит индия конкурирует индия конкурирует с китаем с какой стати это вы с какой стати вы являетесь лидером нового мирового порядка у нас тоже полтора полтора миллиарда населения чем мы хуже а этот руководитель индии этот сегодняшний да он еще тот фрукт оппозицию там у себя подавил сажает репрессирует создает авторитаризм диктатуру у себя там в индии полтора миллиарда населения и вот они между собой там конкурируют за лидерство господство мировое одной половинки планеты а россия какую роль россия играет в этом брикс она играет скорее всего больше такую прицепную для китая чё там 140 миллионов населения когда там полторы миллиарда россия сейчас зависит от китая в какой-то степени и геополитика мировая делается сейчас получается китаем и индии они как не россии до россия лишь региональный типа а лидер это с натяжкой до получается но так или иначе не будем преуменьшать возможность россии я могу сказать одно что брикс это для путина это успех до успех пиар успех символический сам брикс он это такая организация которые никого ни к чему не обязывается там все только я так понял на уровне декларации единственные конкретные действия которые у них там были на этой площадке они создали единый банк там до единой марки хотят создать единую валюту до чтобы против поставить доллару и евро да ну как это можно как можно создать глобальную валюту брикс да именно развитым странам развивающим странам развивающим брикс если мы если эти страны деградируют ну деградация в том плане что я считаю так что без за рыночных отношений невозможно развитие экономик только будет деградация да и одно из условий рыночных отношений чтобы экономика развивалась это чтобы была демократия что власть находилась в руках народа до чтобы была политическая конкуренция если в этих странах нет политической конкуренции этого экономика будет деградировать и получается они создают единую валюту на базе деградирующих экономик ну естественно и валюта такая будет слабая деградирующие вот и все чё тут тут и так все это понятно но раскалывает мир получается вот где бы вы хотели жить в странах брикс или странах западной европы северной америки я веду цивилизованные страны мощные сильные страны где демократические страны где вы бы хотели жить я бы хотел бы там жить я бы не хотел чтобы наша страна вступала в брикс а зачем это нужно зачем это нужно для казахстана который как бы декларирует вектор развития своей страны сторону справедливых отношений чтобы демократия была типа этого хотя мы пока еще топтимся на месте как всегда ну чё 30 лет топчем топчемся продолжаем топтаться чуть-чуть есть правда шажки небольшие вот так или иначе если мы вступаем в брикс это лишает нас какой-то степени надежды вот и все так что кому хочется и вступайте брикс а казахстан не надо тянуть не надо тянуть и вот недавно еще по поводу российской экономикой конечно к моему сожалению но она загибается на фоне вот войны сейчас люди будут говорить что ты велишь в чужую экономику глобальную но она касается нас она ре она мы взаимозависимые экономики поэтому а чё если она касается нас почему бы меня не касаться да так вот центральный банк россии поднял ключевую ставку до двадцати один процент это максимальное значение в истории страны получается вот как это бы объясняется повышают ключевую ставку с целью торможения инфляции чтобы затормозить инфляцию в россии это затронет многие аспекты жизни в россии от повышения стоимости кредитов до замедления роста экономики в целом это последствия о последствиях вот к слову ключевая ставка в нашей стране в казахстане находится на уровне 14 процентов 14 процентов это тоже высокий уровень смотрите отчего ключевая ставка что такое ключевая ставка это центральный банк дает деньги по 21 процент всем банкам например да и если например там банк второго уровня взял 100000 он должен вернуть сто двадцать одну тысячу получается через год да получается двадцать один процент скучевая ставка а у нас четырнадцать процентов банки берут депозиты по четырнадцать процентов у нас сейчас вот так получается да вот как так ребята что думаете оставлять с рекомендацией в комментарии под видео будет интересно подискутировать и и прошу ставить лайк это будет подвигать данный ролик сейчас вот говорят президент эрдоган раньше времени покинул брикс кстати тоже вроде бы заявку турция подала а там одна из стран заблокировала его вступление в брикс он чуть ли не обиделся а как он может вступать в брикс если он турция член сообщества члены европейского сообщества да как вот это вот когда так противовес создает противовес ну все давайте всем пока что-то загорелся что-то загорелся вот 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 я